Стрельцы, дорогие, здравствуйте! Я очень скучала по нашей с вами работе, и вот сегодня у меня появилось время, я наконец-то сделаю для вас прогноз. Смотрите, какой у меня красивый подсвечник! Его мне подарила моя подписчица, постоянная зрительница Алена. Она сделала этот подсвечник своими руками из эпоксидной смолы. Мне было так приятно, посмотрите, какой он красивый, и теперь будет украшать наши с вами прогнозы. Алена, благодарю тебя от всей души, мне очень приятно, я пользуюсь твоим подарком, мне он очень нравится. Вот, благодарю тебя за твою доброту и щедрость. А мы с вами сейчас приступаем к нашему раскладу на неделю. Итак, что ждет людей под знаком Зодиака Стрелец с 13 по 20 декабря? Итак, Стрельцы, у вас классные карты, очень выпали. Значит, сразу перейдем к делу, и давайте по существу. Карта Дурак, Старший Аркан. Когда он выпадает у нас на первой позиции, дает общую характеристику предстоящей недели, он говорит о том, что у вас настал период, когда вы можете начать свою жизнь с чистого листа. Не надо ждать понедельника, хотя у нас с понедельника расклад, да, но не надо ждать какого-то особого дня, особого числа, красивой даты, нового года, еще чего-то прочего. Вы можете в любой день на грядущей неделе начать абсолютно новую жизнь. Единственный вам совет лично от меня, лично от меня такой, житейский, не меняйте сразу во всех сферах, возьмите что-нибудь одно, да, не распыляйтесь, иначе все забросите. Но это прекрасное время, если вы, например, хотели начать заниматься спортом, чтобы это начать делать. Если вы хотели начать откладывать деньги, отложите свои там первые 100 рублей, 500, 1000, кто сколько может, да. Если вы хотели пойти куда-то учиться, это прекрасное время для учебы. Если вы хотели попробовать себя в новой деятельности, замечательно, новые отношения, запросто. Что бы вы ни выбрали, вас ждет успех и удача. Единственное, не распыляйтесь, еще раз говорю, возьмите что-то одно, возьмите что-то самое важное. Вот то, о чем вы подумали в первую очередь, как только вы услышали фразу «начать жизнь с нового листа». И это и есть подсказка, куда идти. Король чаш, карта совета, говорит о том, что желательно, чтобы эта деятельность приносила вам удовольствие. Моральное, физическое, какое угодно. Но вы должны получать удовольствие. И если вы будете делать это через удовольствие, то удача, она будет просто снежным комом разрастаться и вас понесет. Это путешествие готово быть достаточно длительным. Об этом нам говорит Паш Пентакли. Дурак, в принципе, карта обнуления и начала, а Паш, это карта ученика. Говорит о том, что впереди вас еще ждет длительное развитие этой истории. То есть это не закончится на этой неделе. Вы можете это развить очень-очень серьезно. То есть если это хобби, оно может перерасти в какую-то профессиональную деятельность. Или такое хобби на грани с профессией. Когда вы не просто на лошадках катаетесь, а, например, станете заниматься в итоге конным спортом. Когда вы не просто на бальные танцы ходите, а начнете еще и в соревнованиях участвовать. Или в социальные танцы, когда вы не просто брови делаете подружкам, потому что умеете, а станете еще этим заниматься в будущем. То есть это что-то такое, что может перерасти в серьезную какую-то деятельность. Как основную работу или как дополнительную какую-то. Не важно, но это может быть что-то длительное. Поэтому выбирайте что-то с длительной перспективой. Также если вы пошли, например, в фитнес-клуб заниматься, в итоге вы можете дойти до того, что будете участвовать именно в соревнованиях по бодибилдингу и выступать на сцене, ходить и что-то займете еще и победите. То есть понятно, то, что вы можете начать на этой неделе, может развиться в обширную, серьезную деятельность. Это связано именно с вашим выбором чего-то. То есть это не вышло замуж и сижу замуж всю жизнь, это не родила ребенка и до конца своих дней я мать. Нет, это именно какая-то деятельность, которая развивается. И так как у нас чаша, то есть это удовольствие, и так как это пентаклия, это то, что может приносить вам в будущем еще и деньги. Имейте это в виду. Поэтому возвращаю вас в начало нашего расклада. Начать жизнь с чистого листа, начать что-то новое. Первое, о чем вы подумали, это знак, на что обратить ваше внимание. Поэтому я вам желаю удачи. Слушайте свой внутренний голос, пусть он вам подскажет вашу дорогу, и пусть эта дорога будет легкой, безмятежной, и принесет вам много счастья. Удачи вам, и я надеюсь, до скорых встреч. Всем пока!